На Кубани всегда было принято помогать ближнему в трудную минуту, протягивать руку помощи нуждающимся. 2 апреля стартовала краевая акция «Сделай подарок сироте и себе к Пасхе» в рамках краевой благотворительной программы «Цветик-семицветик». Вместе поможем детям. О чем мечтают малыши, расскажут Надежда Неткачева и Георгий Калинин. Вот уже в четвертый раз проходит на Кубани благотворительная акция «Сделай подарок сироте и себе к Пасхе». 6 апреля в Славинске-на-Кубани в торговом центре «Малыш» дал старт акции глава района Роман Синеговский. Поэтому я призываю вас всех помочь нашим детям, приобрести подарок в светлый день Пасхи, сделать добро каждому из нас. Поэтому я бы хотел, чтобы вы все присоединились и сделали подарок нашим детям, для того, чтобы они поверили в добро, поверили в будущее, поверили в самих себя. В Славинском районе 117 детей проживают в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. 33 ребёнка – в семьях в социально опасном положении. 30 детей – в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Эти дети требуют особого внимания и заботы. Ну, так как в период пасхальных праздников принято дарить подарки, делать людям добро, вспоминать о тех, кто нуждается, поэтому наши славянцы очень всегда открыты душой, открыты на благотворительность, открыты на помощь. Поэтому очень приятно каждый год видеть детские глаза, когда волонтёры привозят подарки, вручают детям. Дети, конечно, счастливы. Говорят всем спасибо. Исполнить пожелания детей в день открытия акции пришли руководители предприятий, сотрудники администрации города и района, главы поселений, предприниматели. Ведь стать волшебником так просто. Нужно всего лишь снять одну из открыток с вербочки, купить подарок, передать заветную коробочку волонтёрам или самому подарить ребёнку. И вот на сегодняшний день акции «Вербочка. Желание» мы активно принимаем участие, стараемся приложить все максимум своих усилий для того, чтобы детям, которые сегодня нуждаются в помощи, нуждаются в нашей заботе и нуждаются в каких-то жестах доброты, проявления заботы, мы обязательно стараемся принимать участие. И вот сегодня я надеюсь, что мой подарок кому-то принесёт маленькую радость. Возле вербочек всех желающих помочь детям ждут волонтёры с боксами для сбора пожертвований. У кого нет возможности купить подарок, может внести часть средств на исполнение детской мечты, чтобы к великому празднику Светлого Христового Воскресенья каждый из них поверил в чудо. Принять участие в акции может каждый. Деревца с написанными от руки детворы открытками в форме пасхальных яиц выросли также в Свято-Успенском храме и в магазине «Рубин» по улице Красной, 53. Там одним из первых снял открытку с вербочки председатель районного совета Григорий Литовко. Вместе с ним поспешили порадовать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и студенты нашего города. «Это необходимо, потому что дети-сироты, которые остались здесь посещения, кто им будет помогать? Конечно же, волонтёрские организации всяческие. Ну, скажем так, как говорится, если не мы, то кто?» Настольные игры, машинки и куклы, мечи, энциклопедии – эти и другие подарки скоро отправятся к своим маленьким хозяевам. А радость, искрящаяся в глазах детей, станет благодарностью для каждого неравнодушного человека. Дети искренне верят в чудеса, а любой знак внимания для них важен и нужен. Давайте вместе подарим праздник и тепло самым маленьким и нуждающимся в нашей заботе – жителям края. Надежда Неткочева, Георгий Калинин. Программа «События».